из тех разговоров которые я провожу мы просто разговариваем я понимаю что как бы львиная доля того что случилось это пропаганда российская пропаганда и это телек большинство людей которые говорят что мы пошли из-за идеологических мотивов это следствие российской пропаганды и российского телека вот эта вся телега о нацистах да а фашистах что здесь там не знаю ковровые бомбардировки делает украина это все следствие пропаганды в принципе остается все так как было то есть новости ничего не меняет правильно если это просто информация что творится в мире да но если страна решила идти таким путем то почему другая страна должна указывать ей как не идти то есть это счет давайте обозначим страны украина если решила идти путем в евросоюз пожалуйста если вам туда пожалуйста вам туда и чего мешать людям идти куда они хотят идите туда пройдет время увидите результат все то есть россия не должна была указывать украине куда идти и что делая страна не должна ни америка не должна указывать не россия украине как и жить и как что из украина решается мак украина этого я не знаю я не политик понимаете вот это все как бы вот эта вещь я не политик да я не политик да вы же жили в правда и живете в украине да вы живете до сих пор я еще могу понять россиян да вот сегодня я вообще вошел там я сижу на интервью и спрашиваю кто источник власти в россии что мне ответил человек вот как вы думаете а путин даже не президент путин человек мне сказал источник власти в россии путин а я сказал у нас по-другому источник власти народ народ который избирает правильно народ плюс олигархический клан не исключайте этого то что олигархи еще решают много чего смотрите давайте так сформулируем и олигархи имеют вплыв по-русски имеют влияние да на депутатские группы конечно да это правда но этих депутатов вот так выбирают люди в том числе правильно не олигархи они могут иметь перед этим влияние или после этого влияния да никто этого не скрывает да вот вы знали эти что например финансируются депутаты с карман олигархов об этом говорит телевидение украинской говорит журналисты говорят говорят цензура есть вот когда был вопрос есть только военная сейчас топ-то цензуры нет в украине дальше разговоров говорить стоп-стоп постойте постойте это важные как бы этапы демократии да мы не можем мы сейчас проходим путь когда например там франция это прошли 200 лет назад да но мы проходим его да мы с вами как украинцы мы его проходим да я хочу жить как например в западноевропейской стране но россия не проходит этого там все застыло там есть великий путин все это застой который оперирует всей информацией все равно когда-нибудь закончится этот застой это же рано или поздно все заканчивается был застой в украине когда бы были все в союзе но все украина пошла свои мы не можем изменить страну за 30 лет вот так это процесс это длин долгие процессы причем но я я например и но болезнь да я например да как гражданин да за страна есть сейчас говорю не как журналист да я очень тоже то есть я когда уезжал учиться мне было там более 20 лет сейчас мне там 42 будет в этом году да я хотел чтобы моя страна быстро изменилась этого не случилось но она изменяется она другая чем было 20 лет назад она падает в пропасть я считаю экономическую и ничего не меняет не но мы мы сегодня говорили да вот все здесь экономисты да а внешнем долге все хотят говорить мне говори это я смотрел самый низкий внешний долг готов в афганистана и что это значит ничего понимаете мы сейчас говорим о вещах о которых ну из вас никто не разбирается и даже я глубоко не разбираюсь потому что я не экономист не экономист мы говорим о внешнем долге а как в какую-то пропасть и так далее в какую пропасть да сейчас трудные времена потому что напала россия а дает до этого чуть-чуть подравнялись чуть-чуть да если мне вот это вот дайте я угадаю за кого за виктор януковича подравнялись нет буквально год назад это даже мне вот сидя в сизо в полтавском сидеть вот просто охранники говорят вот только-только мы начали немножко подравниваться начали жить также сама днр лнр так званые республики как называют их тоже подравнялись немного люди начали что-то откладывать какие-то деньги какие-то накопления какие-то пошли в повышение зарплаты бац вот эта война кому она нужна была нормально кто виноват в этом всем кто виноват вот 22 год и не я мы не развязали между с нет я четко знаю кто виноват россия я четко это знаю почему мы я просто не понимаю почему это так трудно признать россия россия каждого свое мнение а ну кто то есть кто города рушил украинцы сами я просто не понимаю этого почему вы как украинец не хотите этого признать потому что вы возвратитесь на территории неподконтрольную а кто ружил ну давайте не будем к 14-му году мы не к 14 много время 22 рушились города на востоке опять и и весь запад молчал они не признавали того что на востоке идет просто тупо вы знаете вот что сейчас начинает понимать запад вот что сейчас начинает понимать запад что россию нужно было останавливать еще в грузии и в других странах куда она заходила почему этого не здесь а я этого не знаю я тоже не я не знаю этого я этого не знаю моим думаем да вот такой только сейчас запад понял что эту страну нужно останавливать и мы с вами как народ я как украинец и мой народ платит высокую цену за это все это очень высокая цена даже смерть одного человека это очень высокая цена вообще неважно за что люди погибают я сейчас не об этом даже 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 дискуссия говорю имеет это все какой-то смысл ли мы можем делать какие более губы глубже разговора можем говорить о коррупции в россии я может могу что-то искать не знаю что вас интересует меня не коррупция в россии не интересует ничего меня в россии не в россии что в россии абсолютно никакие вопросы не интересуют потому что я живу не в россии украина да да мы это будем да да смотрела что говорила немного есть да немного я еще 192 килограмм приехал 192 на интервью все нормально да мы будем выкладывать что как министерство обороны смотрит на эту проблему потому что здесь люди воины которые пошли за них судя по вашей пропаганде российское министерство обороны российское министерство обороны да как куда мы смотрим такие вообще попытки предпринимают не предпринимают позволили у нас в плену и возвращение ваших солдат раз на раз даже хотя бы да как вы говорили то есть вы как бы обращаетесь к российскому министерству обороны интересно да я не поучу этого ответа естественно кто такой чтобы получить ответ ну почему вы морпех который пошел воевать за эту страну ну понятно но я не знаю почему вы пошли потому что я до сих пор не понимаю за что вы ведут россияне не своя специфика просто мне интересно что о чем они думаю там сидят тут люди сидят военные кадровые военные остались то есть не осталось там уже не пособу особо мобов там вот таких добровольцев никого не осталось остались в основном кадры военные из наших вот этапов грубо говоря профессиональные военные то есть они что-то знают что-то умеют россия как бы нас просто забило просто мы говорим так как есть большой и могучий так точно да то есть мне вот просто интересно я не получу ответа на этот вопрос никогда потому что ну россия ну вот вы ставите вопрос да вот я еще раз так я его всегда буду хотя бы они людям нашим нашим семьям объяснили почему я вот например муж отец да сын сижу здесь я другие сын муж я сын и я да то есть ну как бы все в курсе в интервью там почему мы здесь сидим и почему нас даже никаких попыток не предпринимается вытащить то есть буквально каждый обмен летят алкаши грубо говоря ну я буду прямо уже говорить летят алкаши бомжи чвкшники эти зеки непонятные то есть вообще непонятный контингент а мы как военные профессионалы у нас есть там тягости лишения свободы там всякие должны перевозмогать я понимаю это ну как это работает почему это так случается мне вот интересно пускай они мне отвечают хотя бы нашим родным ну близким родным народу нашему правильно вот а вы не хотите услышать министерство обороны что вы вообще здесь сделали и почему пошли воевать ну это как добровольцы поехал поехал воевать мы с вами это обсуждать мы с вами я понимаю что ну как бы доброволец это доброволец да но с другой стороны вообще суть всего да суть всего да суть всего что чтобы министерство обороны с российской федерации российской федерации до объяснила вообще суть этого всего потому что там был грубо говоря такой массив информации что там я даже сам запутался за что вы почему кто кого новости смотрю чисто я же объяснил тоже стратегический интерес а то есть само пребывание тоже непонятно российских военных в украине ну вообще начало но сейчас говорят о наступлении вот что вы думаете об этом да очень как бы очень ну мы же с вами говорили помните в начале ноября мы с вами встречались я помню вам сказал погодите месяца два-три да и бахмут возьмут и ваши отойдут или наши как-то это там будут трупами языки я же вам говорю об этом тогда еще не было чвкшников такого количества вы мне что сказали не будет этого закидали трупами бахмута закидали трупами солидар правильно российскими военными российскими чвкшниками зэками и алкажами неважно закидали закидали я же вам это говорю три месяца назад или четыре но даже вы понимаете это дико дико нет мы же с вами у нас же спорта возник я же вам сказал вот что и случилось в данный момент то есть я военный я не провидец не пророк там или как там ну вы просто знаете свою армию я просто представляю как человек военный примерно туда-сюда вы тоже спрашиваете информацию какая информация вот дальнобойные ракеты поставят завтра российская армия и сразу луганск и донецк всплывает то есть российская армия сделает склады возле моего дома в донецке в луганске и эти дальнобойные ракеты полетят туда и кто даст гарантию что мои родные мои близкие любимые люди не пострадают что их просто не убьют опять же это что тогда украинцы будут руками украинцев ну то есть убивать украинцы украинцев опять будут я вообще а я я за это например вот я услышал эту информацию я глубоко за это переживают не только мы хотите а хотите совет какой а чтобы вот эти местные которые там находятся в луганске сами взорвали это все и вывалили эту всю русскую шваль оттуда но это хороший совет получится потому что все мужики или лежат в канаве или сидят здесь а там мужиков донецкой и луганской или здесь пошли воевать за россию но сейчас снова начинается проблема украина потому что у нее ракета дальнобойные будут ну вы смотрите ну как бы логика ну мы не можем мы здесь но виноваты снова украинцы я говорю информация которая идет по телевизору вот что я получаю и чем не я я вам просто объясняю да если бы луганске донецк не хотела этого всего то они бы под зад выкопали русских оттуда как последнюю шваль и все и украина им бы помогла в этом с тем вариантом что там в донецке и луганске больше семидесяти процентов в русских живут политика путина не примем а русский уже хочу должны убивать русских русского или украинец украинца вот я этого не понимаю уже 70 процентов русских а сколько в донецке и луганске 70 процентов было русских русскоговорящих русский русский и русскоговорящие это разные вещи люди это ru разные вещи считали там русский мы считали себя просто русскими мы русскоговорящие русская это разные вещи русскоговорящие считали себя по большей степени россиянами так почему владимир владимирович не взял вас если вы россияне 2014 года в чем проблема видать решил да ценой захода в киев херсон и запорожье потому что родные русские там да в донецке и луганске логика железобетонная и долбал по львову потому что захотел забрать родных русских донецке и луганске да это вам неизвестно ну конечно вам это неизвестно не ну я же аргументирую начал из-за макулу закинчил из-за да да начал из-за макулу закинчил из-за потра ну то есть хотя он решил двадцать втором году заходя через киев взять родных русских из донецка правильно я спрашиваю людей которые не разбираются в политике ну родной владимир владимирович родной родной ну я слышу что как бы а вы владимир споем сейчас ну родной да но то кто виноват владимир владимирович или украина что вас забрали с улицы войну кто начал большую кто вольную большую начал обе стороны в этом случае виноват майор с.б.у. полковник пасечник чем извиняюсь полковник чем майор у нас было республики пасечник ну так претензии ему представляете зачем он вас забрал для этого нужно сначала выбраться а вы отсюда можете ставить претензию поставьте питаньцу пасечнику мы вас отдельно вырежем и поставим это на хрена ты пасечник нас забрал на войну скажите это или нет я думаю он этого не услышит услышит или увидит слабо вот смотрите да вот я делаю все чтобы вас услышали да да все будет типа опубликовано ну выходит так виновата всегда украина но забирал вас пасечник и владимир владимирович начал наступление ну логика где для чего для чего вас мобилизировали усиление границ где а где вы стояли харьковской не на это анекдот вы усилили там границу харьковской области донецкой области конечно смешно да визюме наверное а где поселок никовенко большой населенный пункт какой-то балаклей усиляли границу донецкой области да ну луганской да или донецкой это там купинск уже луган да правильно прикол 5 баллов ну стал снова ну за логика человека да он усилял купинский границу луганской области подождите нас собрали 2000 не спросили ни у кого хотим мы куда-то поехать или нет дали пинка под зад и повезли в харьковской области до дома 384 километра через минное заграждение делать чтобы я что делал делать не я бы например сколько человек собрала эти две тысячи рыл ну я так подозреваю что нас собирала группировка побольше серьезно ну можно было дать получить пулю башку но в купинске тоже можно было получить пулю башку можно было получить пулю башку получается и дома но нужно было выбирать но со стороны в силу это было бы жестче и реальне чем со стороны там правильно со стороны со стороны обычных граждан лишь бы вернуться домой но виновата всем кто обе стороны обе стороны обе стороны облачет 24 февраля 2022 года что произошло продолжилось то что началось 14 2014 года а что началось 2014 году конфликт на украине он просто продолжился между кем и самым не самым лучшим между кем и кем где политика проиграла началась война между кем и кем начался в 2014 году конфликт если он продолжится между украиной россии в том числе и россии днр лнр украина и россии все участвовали в этом днр лнр это не субъекты это не субъектное формирование это вы так считаете да я это понимаю я это понимаю россия юзнула ситуацию с днр лнр чтобы идти дальше двадцать втором году украине в свое время предоставили возможность на самоопределение почему такого не предоставили для донецка и луганска какое самопределение когда советский союз или что это все было как бы законно и признано правильно стоп 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 извините я я за я закончу я закончу ну вы если вы не знаете подводных камней это все было законно легально и признано всем миром правильно как 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 не стоп мы снова возвращаемся к тем вопросам с которым мы разговаривали золкиным какой процесс признание автономии независимости и так далее в украине это все в законе есть как он происходит кто мне может объяснить вот с украинцем нет референдум референдум проходит если в вас за низ были республиками это по ним или опять права референдума или отойти как свободу слова свободу если человек выбрал у меня у меня тогда вопрос где россия было восемь лет почему вас не забрала бедных и несчастных где она была почему нельзя было в смысле да это не подконтрольной территории это не подконтрольной территории были украине кто на них еще претендовал народ в смысле а кто держал кто держал так вам же пофиг признание мира вам же пофиг почему путин на забирал мы здесь несколько часов разговаривали о том что путину днр и лнр не нужны ему и сейчас они не нужны и вы в том числе не нужны он хотел использовать их днр и лнр чтобы украина не вошла в европу и у нас держал вот так на поводке восемь лет и когда понял что украина не сдаться вел вас к войска все вот вся логика куда шла в украина нато что ли я чуть-чуть запутался проблема с днр и лнр или с нато кто-то не отдавал днр и лнр ну я серьезно началась эта вся заваруха пока мы там прыгал как майдан на месте ничего не не было никакой заварухи все было нормально как только донбасс захотел не поддержал политику все украинскую мы не будем прыгать на майдане все притащили пушки танки в донецкую луганскую области начали да притащили пушки танки россияне на согласие какие россияне я еду еду шабашки меня ставили вольны и в силу ты говоришь сепар поганый вылазь машины я вылезь пожалуйста так вы были сепаром поганым ну да вы сепаром деньги слили бензин на эту историю уже слышали на про ну мы эту историю уже слышали на прошлом я я говорю глобально эту ситуацию я просто не понимаю хорошо ну вот сейчас как решить типа вот теоретически украина отдает днр лнр что в запорожье не делают херсоне и в других тире д этих частях страны вас никто не забирал кто забирал что украина там заходила что ли проходили там локальные столкновения так оставался обрызок от донецкой области и и все время стычки стали взять контроль над кордоном скажем так зеленский отводил войска не знаю я не знаю если что не то что касается украины я ничего не знаю но я видел что украина долбила я слышал взрывы в донецке ежедневно упала откуда летела я не знаю но виновата украина разрешение ну я же не вылезли не посмотрел откуда летит я же не могу видеть откуда что летит а давайте спросим россиян да вот ну давайте все таки спросим россиян да вот вы это все слышите да вот мы говорим украинцы вот просто скажите свое мнение да вот всегда там донецк да ну я тоже запутался честно честно вам говорю потому что они с одного тезиса скачут на другой да давайте спросим россиян вот что вы думаете об этом всем вот сидят донецк луганск почему россия их не брала и так далее 2000 рыл мобилизовали новин виновата украина ну скажите мне просто интересно что до этого как бы у донецк луганск только сушил по телевизору не знаю где они все расположены на украине где-то стас я могу сейчас мало чего отвечу все вы может ну мы знаем что донецк луганск они находят дело на востоке украины но ситуация которая вообще происходит и до сих пор вот за столько времени находясь плену она в голове кашу на самом деле потому что как бы должны были должны были разбираться как бы сами вот должны были разбираться сами россияне говорят россияне спасибо почему вот россияне говорят те которым вы хотите идти они сказали чтобы разбираться сама украина для вас вот россияне сами говорят что разбираться должны были украинцы то что я всегда говорю